Долгое вынужденное нахождение дома – не повод для безделья. Очень многие в условиях самоизоляции не просто не забросили спорт, а стали им заниматься чаще. Перешли на удаленную работу и на варенгойские фитнес-центры. Инструкторы запускают спортивные онлайн-марафоны и через видеосвязь дают задания своим подопечным. Не остались без спорта и школьники. Физкультура теперь проходит на дому. Тему продолжит Юлия Шаркова. Итак, составная разминка. Разминаем наш локтевой сустав и голеностоп. Между инструкторами Новоуренгойского фитнес-клуба чуть более полутора метров. Все как положено в режиме самоизоляции. Вот только дома эти девушки остаться не смогли. Многочисленные просьбы от посетителей сподвигли руководство запустить онлайн-марафон. Теперь ежедневно они записывают комплекс упражнений с комментариями и отправляют в мессенджерах участникам. К марафону присоединились и новички. Те, которые давно хотели пойти в зал, но не решались, то есть очень часто бытует мнение, что я сначала дома похудею, а потом приду в зал. Вот как раз-таки пришло их время. Помимо того, что мы даем план тренировок, мы еще прописываем питание, мы скидываем всякие полезные рецепты, то есть ПП-рецепты, как дома можно сделать самомассаж, маски для лица, чтобы не только наше тело, но и лицо, и внутренний мир тоже развивался. В одну такую тренировку входят разминка, силовая часть и растяжка. Пять раз в неделю. Участники марафона держат обратную связь с тренерами. Свои занятия тоже снимают. А затем следует разбор техники выполнения. Не удастся филонить и школьникам. Их комнаты стали на время домашнего обучения и спортивным залом тоже. Виктория Березовская, помимо основных уроков физкультуры, еще занимается по многочисленным видео, которые сейчас в интернете в свободном доступе. Такие онлайн занятия проводят известные фитнес-тренеры. Все равно дома нечего делать. У нас есть физкультура в школе, нам высылают видеоуроки по ней. Мы занимаемся, но также, кроме этого, хочется привести себя в форму. И дома, кроме урока, в принципе, нечем заняться, поэтому и дома я тоже занимаюсь. Если силовые, там около получаса, если растяжка, то от часа до полтора. Контроль в этом деле очень важен, считают педагоги. Так что свои занятия школьники тоже снимают и отправляют учителям. Сотрудники импульса тоже частично на самоизоляции. Домашний спорт стал для нас делом привычным. Это действительно полезно, и он занимает время. Ну, а в отсутствие реквизита на помощь приходят подручные материалы. Не только фитнес-тренеры, но и психологи неоднократно выступали с заявлениями, как важно в этот период не отлеживать бока на диване, а заняться физической активностью. Выброс энергии не даст впасть в депрессию, не позволит вам сорваться на своих домашних. Наш СММ-специалист Данил Шевченко – кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Дома любит и просто побоксировать с невидимым противником. Выйти на улицу нельзя, поэтому приходится придумать какие-то новые площадки для тренировок. Поддерживать себя в форме можно, а вот с достижением каких-то серьезных результатов, конечно, придется подождать. Я, конечно, спортсмен так себе. А вот Иван Фролов, ведущий «Утро на импульсе», явно скромничает. Дома он тренируется каждый день в обязательной программе «Отжимания», «Пресс» и, конечно, йога, чтобы оставаться в гармонии с самим собой и наслаждаться жизнью даже на самоизоляции. Вообще, домашние тренировки стали уже неким челленджем. Новый рингует активно выкладывают видео своих маленьких спортивных успехов в социальные сети и призывают присоединиться к ним тех, кто еще пока этого не сделал. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, Николай Александров. Служба новостей «Импульс».